Здравствуйте! В эфире программа Управдома. Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о нескольких проблемах. Сегодня у нас в студии Андрей Валерьевич Никитин, депутат городского совета. Здравствуйте! Здравствуйте! И давайте посмотрим первый материал. Как раз это дом, который обслуживает Московка. Там, насколько я понимаю, женщина в возрасте и уже вызывает это опасность, уже вызывает это вопросы у всех остальных жителей дома. Потому что, ну, скажем так, некому за ней проследить и это уже становится опасно для жителей дома. Давайте посмотрим материал. Уборка захламленной пенсионеркой квартиры по решению надзорных органов специалистами управляющей компании «Московка». Началось это в начале года. Первым Игорь Иванович обратился. Мы с ним разговаривали. Говорю, давай пиши заявление на домоуправление. Собрали мы подписи. Правда, немного. Тут площадка чуть выше, чуть ниже. Домоуправление нам, управляющая наша компания, дала ЗИЛ. У них первый раз вывезли в тамбуре. Особенно плохо стало летом. Начали, очень сильно начали бегать тараканы, начали покупать, травить везде. Площадку травили, тамбура травили. Ну и для профилактики у себя в домах. Квартира? У себя в квартирах. Вот Нина у нас с третьего этажа, с 47-й квартиры. Потом она ходила. Давайте что-то нужно делать, давайте будем собираться, давайте будем как-то воздействовать на нее. Она собрала заявление, унесли. Унесла в домоуправление наше, ну не домоуправление, а в управляющую уже организацию. Сейчас уже, на сегодняшний день, уже терпение наше было просто переполнено. Я написал письмо от имени всех жильцов. Валя Зайцева мне помогал. Мы подписали все это письмо. Мы написали письмо в КТОС, написали письмо в управляющую организацию, написали письмо в жилищную инспекцию, письмо в департамент имущественных отношений. Но сейчас мы уже пойдем до конца, сейчас мы ее будем пытаться выселить, потому что жить с ней, она не понимает. Если ей что-то начинаешь говорить, она, ну не просто, она чуть ли не кидается, огрызается. И это не только со мной, это со всеми. Жители дома поддерживают действия управляющей компании. Они говорят, что иногда опасаются за свою жизнь. Ну, это неприятно, конечно, когда вот переводятся вещи, такое выселение-выселение, я не знаю. Но это я встречаю уже сплошь и рядом. Я вот только понять не могу. Андрей Валерьевич, есть ведь социальные службы, которые должны за этим следить? Есть социальные службы, есть и нормативные требования того же Роспотребнадзора по содержанию жилых помещений. Но вопросом перетекает немножко в другую плоскость, которую мы как раз-таки увидели. Знаете, парадокс в том, что, вроде казалось бы, этот вопрос касается и соседей, которые здесь рядом живут. Но в то же время, когда мы пришли, само наказание накладывается на того человека, кто проживает. А этот человек, как мы видим, он, в принципе, ну, немножко, как бы... Неадекватен. Да, неадекватен, но это болезнь. Ну, это возраст. Я считаю, это болезнь какая-то. А у нее нет родственников никого. Родственники потом приехали. Но первый этап, когда человек хотел, из-за того, что мы начали, как бы, на основании предписаний, грубо говоря, Роспотребнадзора, администрации округа, принудительно выносить вот этот хлам, грубо говоря, женщина хотела выкинуться с окна. Представляете, она просто, для нее это самое сокровенное. Она не понимает, она в другом мире, наверное, живет. Соседи, те, которые должны быть, помогать нам в этом отношении, даже не вызвали милицию. Ну, и приходилось самим нам просто вызывать участкового, благо они там рядом у нас. Ну, нет, подождите, Андрей Валерьевич, но ведь обращались жители дома, которые опасность видят. Человек, который напротив, как раз-таки и не дал возможности нам, как бы, хотя он должен и помогать в этом отношении. Так это для жителей же делалось. Ну, по факту получается так. В конце концов, все-таки приехали родственники, видите, казалось, вроде это хлам. Мы когда начали вывозить, первый этап, когда заходили, люди даже в туалет уходили, чтобы сходить в туалет, вернее, надо было убирать телевизор с унитаза и заходить туда. Приехали потом родственники, начали выносить, когда мы все. Там, видите, там и новые вещи, там и документы. Перебирать все вот эти карманы, может где-то золото лежит у каких-то, сережки, какие-то драгоценности. Это действительно просто психологически понять уже невозможно. Родственники потом остановили, мы когда четыре машины вывезли оттуда вот этого непонятного, хотя бы проход какой-то сделали на кухне. Они сейчас сами, до сих пор, вот сами еще вывозят с этой квартиры. Каждый день полный контейнер. Здесь вот все-таки давление надо, мне кажется, соседей оказывать на родственников, которые все-таки в конце концов будут у этой бабушки. Если, конечно, никого нет, то таких людей надо переселять уже в такие заведения, где они под присмотром. Чтобы отслеживать этот вопрос. Потому что это газ, прежде всего. Это газ. Человек у нас, видите, можно признать его тогда больным, когда он сам этого захочет. У нас закон на сегодняшний момент такой. И вот все-таки благодаря вот этой общественности, которая каждый день должна точить вот этот камень нашего правосудия, наверное, и давление. И надо вот такие вещи, наверное, производить и приводить в конце концов. Ну а мы со своей стороны будем смотреть, как более подстроить законодательство. Да, вот депутатская инициатива. Ну не только депутатская, тут, наверное, и больше, наверное, заксобрания. Нет, депутатское законодательство собрания, конечно. Чтобы подточить вот эти законы, для более того, чтобы можно было как можно проще решать эти вопросы и выходить из данных ситуаций. Вопрос есть, вопрос решаемый, как вы видите. Но решается очень тяжело, поэтому, наверное, к нему никто не приступает. Вы представляете, когда выкинуть, и не дай бог мы выкинули паспорт или свидетельство там, или еще что-то, потом опять это уголовное дело суда. Сложность есть, и ее решить можно только, если мы, сообща, будем бороться с этими вопросами. Ну, тем не менее, этот вопрос надо решать, потому что очень много случаев и по России в целом, когда... Понимаете, сам процесс документальный, мы все сделали. Мы получили предписание от администрации, от Роспотребнадзора, заключение есть. Когда подходишь к самому процессу, все-таки родственники должны помогать. Это хорошо, сейчас они пошли навстречу. Четыре раза чуть человек не выкинулся с окна. Его удержали просто. Сейчас вот благодаря дочке она увезла ее в Алмату. И происходит процесс очищения квартиры. А так они просто не давали. Ну, имеется, да, это вопрос щекотливый, но тем не менее, мы живем, я еще раз повторюсь, и прошлую программу повторялся, мы живем в многоквартирном доме. Да, все сейчас приватизировали, да, у всех частная собственность, но это многоквартирный дом, где мы живем, по сути дела, в общежитии. И должны соблюдать нормы этого общежития. Я понимаю, что много солнцеподобных, много людей, вот как мы видели, и, в общем-то, не совсем адекватных, которые, ну, скажем так, уже в силу возраста, в силу определенных обстоятельств, ну, не понимают этого. Но, тем не менее, это вот надо решать, потому что мы живем в общежитии, где включенный газ, где вот захламленное это помещение, где сети могут быть нарушены, ну и так далее. Это все ясно. И я думаю, что должна быть законодательная инициатива. Здесь все уровень, так и более высокий, потому что все-таки собственность, она, в принципе, на сегодняшний момент, она непоколебима. И отношение гражданина, я могу там верить, допустим... Понимаете это собственность, Андрей Валерьевич, когда это частный дом где-то стоит, и он никому не мешает, это одно. А когда, если она у себя перекроет... Можно сказать, там до газа дойти невозможно было-то. А вдруг это включат, и все, это воспламенится, вот это... Там же гореть-то есть чему, было чему гореть-то, понимаете? Это же могло... Газ в этой квартире, в принципе, был отключен уже заранее, до этого. Я знаю, но я имею в виду, это шел процесс долго, понимаете? Это же не сегодня, не завтра. Просто его все-таки не надо запускать, и я считаю, все-таки, если... А к коммуникациям, к воде, если порыв какой-то, как вы проберетесь? Да. Поэтому, я думаю, что вот мы будем отслеживать... Здесь работать надо со всех сторон, действительно. И законодательство надо более лояльно подводить к этому вопросу, потому что то, что сейчас есть, оно вроде работает, но очень тяжелый момент. И все это почему-то ложится бременем на плечи управляющей компании. Страдают жители. Да, управляющая компания, в принципе, она, конечно, страдает. Она выполняет тот пакет, который есть, а исполнение очень тяжелое. Это вот представляете как? Это надо поставить людей, которые будут перебирать всю эту одежду. Я говорю, там просто новые вещи, про которые женщина, когда была здрава, она забыла. Вы же видели, в комнату войти невозможно было. А потом открылись диван, где можно было посидеть, окно в комнате появилось. Ясно. Ну, в общем, мы будем отслеживать такие ситуации, будем рассказывать. Давайте посмотрим еще один материал. Это уже другое, другое, можно сказать, ну, тоже бесхозяйственность, запущенность, которая приводит к отрицательным последствиям. Давайте посмотрим капитальный ремонт. Крыши? Нет. Капитальный ремонт для жителей этого дома обернулся большими проблемами. Около трех месяцев назад, да почти, наверное, три месяца назад, как у нас вскрыли крышу, мы поняли так, что нам будут ремонтировать эту крышу. И вот уже три месяца прошло, снег, даже снег с дождем, а вот и ныне там. То есть крыши никакой нет. У нас уже в подъездах бежит вода, то есть можно даже посмотреть, и лужи бывают в подъездах. У меня, допустим, в ванной комнате уже грибок стал появляться. Мы переживаем из-за того, что крышу не ремонтируют. Те строители, которые у нас начали вскрывать эту крышу, во-первых, они у нас провода там все порвали, у нас телевидение теперь не идет. Вот я знаю, это... Нет, телефон не работает. Телефоны у некоторых тоже не работают, стационарные телефоны. Поэтому это безобразие, конечно. Там у нас уже такие сугробы. Люди говорят, что ремонтников на крыше давно не видели. А вот последствия от их деятельности видны в подъезде невооруженным взглядом. Да и квартиры на верхних этажах пострадали не меньше. А начнешь в них спрашивать, они, знаете, вот как в детском саду глазки опустили. Они не знают, что такое здесь дом, и не рад, когда здесь не бывает в этом доме. Однако в фонде капитального ремонта многоквартирных домов Омской области говорят, что пытаются заставить подрядную организацию выполнить все свои обязательства. Работы, конечно, будут доведены до конца в любом случае. Никто, естественно, с открытыми крышами жителей не оставится. Но, конечно, вопрос по срокам. Вот. У нас некоторые компании, наверное, как-то переоценивают свои возможности в том плане, что и в трудовых ресурсах, и в финансовых ресурсах выигрывают торги и, к сожалению, потом не могут обеспечить своевременное исполнение обязательств перед фондом. Но вот, к моему большому сожалению, законодательство у нас такое, что мы им отказать от участия в торгах, в общем-то, не можем. То есть они на следующий раз могут опять займиться? Ну, на следующий раз, может, они, конечно, уже и поистерегутся брать в таком количестве объектов. Они как-то одномоментно этих объектов понахватали достаточно большое количество. Ну и, видать, свои силенки, в общем-то, не подрасчитали. То есть мы, конечно, заставим это все до конца довести. В крайнем случае будем расторгать с ними договоры, найдем новых подрядчиков. То есть в любом случае люди без крыш не останутся, крыши будут сделаны. В любом случае по завершению работ на крышах мы, значит, заставим подрядчика компенсировать собственникам весь ущерб, который там причинен в результате протопления. Вот. Ну, то, что, конечно, я абсолютно согласен с собственниками, что ситуация, она, конечно, не хорошая абсолютно. И здесь мы, как бы, полностью на их стороне, но в данной ситуации, вот, скажем, такой возможности нет, что вы, разрывая договор с этим подрядчиком, скажем, на завтра вывести другого подрядчика более добросовестного. У нас законодательство на сегодняшний день такой возможности мнение предоставляет. А как организация называется-то у нас? Ну, острый проект. Андрей Валерьевич, ну, стандартный механизм, не знаю, у вас там на Московке есть это, нет. Сняли крышу, три месяца прошло, не соблюдается. Да, фонд обещает принять меры и так далее. И этот подрядчик, он рассказывает фонду о том, что они там есть. Ну, как мы вот посмотрели, там лопаты валяются на крыше, и все, и больше ничего не делается. Как говорят местные жители, со слов местных жителей, вот эти работники, этой фирмы приходят на 2-3 часа там погреться и уходят. Вот и все. Действительно, проблема такая в городе Омске есть, к счастью, на Московке таких домов нет. Что хотелось бы сказать. Все, наверное, благое начинается и в конце концов к какому-то логическому концу подходит. На первом этапе управляющие компании, которые работают с домами, в принципе, были как бы... Отстранены. Да, от работы, ни дефектовки у нас не принимались. Фонд пытался произвести сам все это. Вот к чему это подошло. Тем более наше законодательство, когда идет просто процесс на понижение цены, тогда выигрывается, грубо говоря, аукционный логик. Кто меньше предложил, тот и выиграл. Сейчас доходит до того, что от сметы люди могут упасть на 50%, что, в принципе, патологически невозможно. Упасть это парфейсный разговор, сделать свою цену на 50%, тем самым набрав больше домов. Вот как с этой фирмой, вот этот новострой, она набрала больше домов. Это не один дом такой у них, у них несколько таких домов. И сейчас вроде как они по закону-то они все правильно выиграли, а получается вот что. И люди страдают. Мы как бы рассуждали, вот и в городском совете, один из положительных моментов уже принят, даже в прошлом году был о том, что администрация должна подписать соглашение с управляющими компанией, фонд, то, что уже управляющие компании будут с новыми подрядчиками взаимодействие выстраивать. Уже обязательства, контроль и взаимоотношения эти. И вот эта вот плоскость, когда будет аукцион выигрываться, я думаю, фонд сейчас тоже дорабатывает моменты. Это выставление и прописание технологических процессов по тентуру, что не только понижение цены. Я считаю, понижение цены возможно только, наверное, в двух позициях. Это прибыль, которая заложена в смете, какие-то накладные расходы. А фонд заработной платы, налоги, они должны оставаться. Тем более стоимость материалов. Если мы понижаем стоимость материала, тогда нам могут поставить такие материалы, которые через год просто придут в негодность. Мы все видим, на рынке есть нормальный вентиль, который стоит, допустим, 250 рублей. Есть вентиль, который можно такой же купить за 50 рублей, только тот развалится через неделю. И люди, не неся ответственность в дальнейшем, могут такие и понаставить вентиля. Все-таки без управляющей компании, без надзора активных жителей на доме, наверное, ничего не получится. Ну а фонд и город, область, итоги вывели на основании вот этих. И ряд мер уже предприняты. Действительно, подключены управляющие компании к этому делу. И пересматриваются вопросы по выбору подрядчиков. Введена система черного списка по этим компаниям. Наконец-то, то, о чем я говорил. Она введена областью, и не просто как бы, ну и с прослеживанием, откуда появится новая компания, где у нее хвосты. Вот этот парень, он сейчас переименуется, обанкротится и пойдет по новой. И вот сейчас они сделали дополнительные проверки, что уже вот эти компании, которые просто переименовываются или перебегают куда-то, они уже не смогут. Но я думаю, здесь уже как-то там. Действительно, я думаю, скорее всего, надо было какие-то все-таки судебные разбирательства или в системе МВД пройтись по этим. Да. Кого-то наказать, посадить, и тогда порядок еще больше восстановится. Но это уже дело контрольных органов. Ну, я думаю, да, в ближайшее время этим займутся. Я имею в виду, что в таком положении люди оставаться не должны. Дом страдает, жители верхних этажей. Получается, понимаете, такая казуистика. Ну, многие успокаивают, в том числе и в фонде, и специалисты, и так далее, что будет сделан ремонт и все остальное. Вот насколько он будет эффективный, я не понимаю, зачем доводить до того, чтобы делать ремонт. Теперь потеки, там не было никогда потеков в доме. Теперь потеки, теперь еще неизвестно. Ситуация, сделали капитальный ремонт, и стало еще хуже, чем было. Вот получается. Понимаете, в чем дело? Они крышу-то, может, сделают, а вот этот снег, который просочился сейчас, еще подождите, оттаивать же все будет. Он же еще на коммуникации, он же еще на электропроводку скажется, понимаете? Мы, наверное, углубляемся дальше. Действительно, просто хотелось бы все-таки более позитивно закончить. Ситуация проявилась, да, чрезвычайно все это есть. Область, город, все эти вопросы знают. Я думаю, в этом году уже вот таких отрицательных моментов, ошибок, уже фонд не повторит. И все-таки управляющие компании должны как бы не отсиживаться, а все-таки работать. Тоже с подрядчиками. Ну все, теперь управляющая компания может подрядчикам подписывать документ, когда она его пускает на дом, когда не пускает. То есть, если кто-то пришел на дом и не спросил у управляющих компаний, не спросил у жильцов, знаете как, врываются замки, спиливают и вперед, побелить тело. Все вопросы к фонду. Вот этого не должно быть. Теперь можно обращаться к участковому, да? Я так понимаю? Сигналируйте в управляющую компанию, уже нормальная управляющая компания. Да. Ну вот я, кстати, тоже там. Вместе с вами примет решение. На этом доме так получилось, что старшая по дому теперь нет ее. И вот у них нет старшей по дому. Ну, еще раз, еще раз вам говорю. Мы проживаем в общежитии. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Нормальный подрядчик, прежде всего, должен перед началом работ провести маленькую встречу с советом дома, управляющим компанией на доме, определиться, как что они будут делать, всех предупредить, а потом приступать к работе. Если люди заходят, ничего это не делают, уже есть вопрос. Надо его ставить и разговаривать с фондом. И есть вопрос к жильцам. Да. Когда у них нет старшей по дому. Вот. Как и в этом случае. Так что, ну, на этом наша программа, к сожалению, мы ограничены во времени. Спасибо большое Андрею Валерьевичу Никитину, депутату городского совета, эксперту нашей программы. Спасибо, что приняли участие. Я думаю, мы к этому вопросу весной вернемся. Уже более... Ой, Андрей Валерьевич, я думаю, мы к нему вернемся гораздо раньше. С положительным моментом. И я думаю, надеюсь, положительным, потому что фонд, деньги сдавать на капремонт надо, работы идут, но вот исправление этих недочетов хотелось бы, чтобы оно проходило быстрее. Ну, а на этом программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова